Субтитры делал DimaTorzok Геннадий Петрович, доброго здоровься! Очень ждем видео с названием чистка печени. Итоги и ответы на ваши вопросы. Будет, будет. Вот с такого посыла мы и начнем отвечать на вопросы. А сначала почитаем, что вы пишете. Камеры работают с трех направлений. Ну и начнем. iPad Air. Благодарю за видео. Подскажите, в апреле можно сделать чистку. Чистка печени. Вот смотрите. Чистку печени. Вернее, цикл видео о чистке печени. Надо смотреть раньше. Понимаете? Какая ошибка ютуба, вообще интернета. Этот человек вот попал на конечный, допустим, мой ролик или ролик другого человека. Он видит какое-то действие и спрашивает. Все уже было рассказано до этого. Что с 5 февраля 72 дня активна печень. И в это время очищайте. Видите, вопрос? Просто из-за того, что человек невнимательен. Он зашел на последнюю и все. Рома Фомин. Наглядно и понятно, супер. А котик вместо грелки это уже ноу-хаус. Спасибо за этот ролик. Чистка печени. Сразу же скажу. Наглядно и понятно. Но я еще, еще свою чистку сам не разобрал. И в этом видео я ее разберу. Это к видео с семимильными шагами. Вообще я считаю, что Геннадий Петрович герой, когда пошли на телевидение, потому что там один заболел, его заменил здоровый и так далее. У вас совсем другой подход. Вы сохраняете энергию, аккумулируете и потому используете. А на телевидении другой подход. Там использовали энергию, отдышались и дальше используют энергию. Это большая разница. Ну как-то тут несколько непонятно. Но я вспоминаю разговор с Еленой Прохловой, которая относительно актеров сказала следующее. Есть люди, которые заряжаются от зала. То есть они вышли, началось действие и, как бы сказать, в зал начал заряжать актера и дальше может быть как-то там обоюдное. То есть актер, ну так кратко, чтобы нам было понятно, актер заряжается от зрителей и потом генерирует обратно эту энергию. Есть люди, которые, наоборот, актер такой мощный, что он заряжает зрителей и этим, как бы сказать, воодушевляет. То есть смотришь на него, такая энергизация. И вот третий подход, когда где-то что-то идет обоюдное. Судя по вашей реакции, я способствую тому, что своей энергетикой, я бы правильно сказал, не столько энергетикой, как обоснованностью рассуждений, нахождение примеров, сравнений и обращению именно к вам, вы это чувствуете. И вот такая, как бы сказать, оценка отдачи. Но относительно, если взять Малахов Плюс, я начал работать, вот где-то с 8 марта, я помню, что как раз праздник, 8 марта мы начинаем там съемки пилота. С 8 марта 2006 года по август 2010 года съемки по причине моего заболевания, недомогания ни разу не было. То есть вот все, как положено было, так оно и шло. А пошел на телевидение, знаете, будем так говорить, пошел туда потому, что не знал, что это такое. Многие думают, кто пошел там на телевидение, ведущим там, значит, будем говорить, как-то оно само собой, знаете, поедет по этим самым, как санки под горку. Ничего подобного. Ничего подобного. Люди готовятся к этой профессии там, настраиваются. И не всегда они ее выдерживают, а тем более я. У меня неоднократно задавали вопрос, знаете, вот была женщина-ведущая, она там про сказки так интересно рассказывала, детские, потом цирковой артист Первухин, тот, который был один из самых первых у нас в стране, занимался анатетической гимнастикой, показал такой великолепный результат, потом он с медведями выступал. Он тоже мне задавал, и она, и он задавал вопрос, как ты это выдерживаешь? Трудно, трудно, да, было трудно, очень трудно. Были мысли уйти несколько раз, но остался. А потом, знаете, будем говорить, вот именно сейчас я даже не это, как бы сказать, не в процессе там, но я в любой момент смогу провести полноценную передачу, вообще полноценный съемочный день, который, допустим, начинается, грубо говоря, часиков с 11 уже пошли съемки, и часиков в 11 может закончиться вечером. Это уже, как бы сказать, закалка-темировка. Татьяна, поздравляю с обновленным интересным инфобоксом. У вас, похоже, за день 100 подписчиков добавилось. Работаю над этим. Чем я занимаюсь вот это вот все время? Почему сейчас я, так сказать, свои войска остановил, разбил лагерь и, как бы сказать, жду, когда подойдут обозы. То есть я вот это вот стал обновлять все эти, ну, будем говорить, ключевые слова. В некоторых ранних видео вообще там никаких ключевых моих слов нет. Это просто ужас, все сработано, знаете, так, просто хорошо, что видео остались, а кто их смотрит, не смотрит, это вот из-за ключевых слов они никуда не пошли. Вдобавок, значит, нет вот этого вот посылов. Ну, я учусь, как мне Ольга говорит, погружаюсь в интернет, но мне не хочется туда погружаться по причине, знаете, какой, по причине той, что меня все-таки интересуют более иные вещи, нежели, может, вот это вот там в интернете сидеть, вот это подыскивать, это слова, там, допустим, стримить, то есть вот что-то там рассказывать вам в прямой трансляции, за это там вы какие-то там денежки даете и так далее, и так далее. Я в конце этого видео сделаю вам предложение. Лада Смирная, ух, делала много лет назад чистку печени по вашей книге, вышло масло немного, не смогла, противно было, рвала полночи, но результат все равно был, вышли камни изумрудные, красивые, но из-за той рвоты так и ни разу не решились повторить чистку. Вот мы дошли уже, как бы сказать, до этих вещей. Значит, смотрите, классически она должна пройти так. То есть основной элемент чистки – это мощное прослабление кишечника, что указывает на то, что печень и желчный пузырь мощно сработали и выбросили желчь. А если произошла рвота и всосалась только часть, или на нее, на какую-то, будем говорить, ну, грубо говоря, человек выпил там стакан масла примерно, а где-то 150 грамм вырвал, 50 грамм прошло, то есть только на 50 граммов. И все равно, как говорит, сработало. Это одна из ошибок того, что человек дальше не делает чистку печени. То есть она его отбила, охота у него делать эту чистку. Надо две недельки, три недельки отдохнуть и повторить. То есть вначале бывает, когда… Вот почему я рассказываю, что надо вначале почистить полевую форму жизни. Если у нас стоит какой-то блок от пережитых эмоций, злости, раздражения, неудовлетворения и так далее, он располагается… То есть злость, раздражение, неудовлетворение, самосожаление – это все эмоции, которые концентрируются на личности человека, а именно в его центре. А центр у нас – это как раз вот эта вот область. Раз тут стоит блок энергетический, поэтому не дает полноценно пройти сюда масло. И когда он, грубо говоря, вот так вот сработал, разок хотя бы разок сработал, тут очистилось как-то, уже более-менее… Хотя немножечко я забежал вперед. Надо было почистить вообще полевую форму жизни, то есть подышать. И вы бы сами ощутили этот блок, где он у вас тут стоит, понимаете? Кол, где у вас? Вот этот кол вынули, и дальше пошло нормально. То есть функция не работает из-за того, что у нас имеется вот этот каляка энергетический. Будете дышать? Вы сами определите. Я даже вам ничего не буду говорить. Вы все сами почувствуете. Кто-то вам будет говорить, вот тут, вот тут, вот тут, вот там. Как только задышали, вы сами поняли. О-хо-хо, какие… Когда я это прочувствовал, что у меня вот эти вот колья, так я как начал чиститься, я сразу же где-то месяца два дышал, раза три-четыре в день, и быстренько дошел где-то до часу, и более. Вот я и прогнал, дышу, я их не ощущаю. Все, значит, более-менее стало чисто. Ладно, чтобы вы это знали, это одна причина. Вторая, значит, сработала просто-напросто на очищении легких. Почему очищается рвота легкие, носоглотка и желудок? Потому что они реагируют на все слизистое. Масло – это очень сильное такое рвотное, вообще-то, средство, как послабляющее, так и рвотное. И поэтому очистился желудок. Как я сказал, недельки две-три вы отдыхаете и повторяете. Еще повторяете. Это ошибка, когда человек отказался от этой процедуры. Плюс, большой плюс, это вот эти вот, я знаете, вот сейчас такое время, народные рецепты, там, допустим, тибетские, я знаю, какие-то сборы тибетские, там, допустим, узнали современные там врачи. И они их запатентовали. Запатентовали – это мое, все там используют. Я, допустим, мог бы там рецепт Татьяны Александровны Буевой тоже как-то к себе, знаете, так это приобрести, сказать – это мой, там, что-нибудь, какую-нибудь травку добавить, или еще, что-нибудь, и так далее, и тому подобное. Вот. И сказать – это мое. Тем самым отрубить переемственность от тех народных целителей, от которых это все пошло. И вот эти, когда человек это понимает и применяет, и почитает всех этих первопроходцев народной медицины, которые это все сделали, они ему невольно помогают оттуда. Поэтому я ни в коем случае не хочу вот что-то у кого-то, будем говорить, присвоить себе. Татьяна Александровна Бурева узнала от своей бабушки действия трав, когда она еще внучечкой была, с ней там собирала, смотрела, как это работает. Потом она применила на себе их, когда приперла, поняла, как работают. Потом применила к своим детям и дожила до 90 с лишним лет, еще там чистку делала. Представляете? То есть, насколько там этот Андрей говорит, 90-летняя Татьяна Александровна делала ему, 80-летнему, чистку. Говорит, энергетика у нее колоссальная. Раза в 4-5 больше обычного человека. То есть, это все благодаря тому, что может, она использовала травы вот это. И плюс та переемственность, которая пошла от предков. Так вот, я немножечко так распыляюсь. Видео, я чувствую, получится длинным. Ну, порежем его. Так вот, вот эти вот травки делают большую вещь. Они с одной стороны, вот, подготавливают печень. И это хорошо. Подготавливают ее. Потом они сами по себе великолепно там действуют. На, грубо говоря, разные там патогенные микробы, грибки. Которые, знаете, могут как водоросли в этом самом, в трубе, покрывать стенки изнутри. Покрыли себе. Да и пользуются в первую очередь то, что вы там съели. Самое вкусненькое. Остальное потом. Так вот, это вот порошок, именно не порошок, не отвар, который сосался там и пошел, а должен порошок пройти через весь желудочно-кишечный тракт. Особенно тонкий кишечник, толстый кишечник. Почему я тмин сказал, не жевать. Его надо целиком глотать. И он там, идя по кишечнику, разбухает, дает вот этот вот дух, вот этот вот, которого они выносят все эти грибки и микробы. И они начинают отторгаться. То есть расшевелить это все. И в результате масла можно пить меньше. И сама по себе, даже вот эта вот чистка с травами, она работает очень и очень хорошо. Пусть она, так сказать, несколько медленно и не так наглядно, но она интересно делает совсем иные вещи. Учтите это на будущее. Поэтому, повторяю, чистку не получилось. Далее, я же вам библиотеку свою там выложил для просмотра. Заходите в нее. Там несколько иных чисток печени, без вот этого жесткого варианта, с маслом. И не обязательно, знаете, вот грубо говоря, ну женщина 50 килограмм, 60 килограмм весит, а там, допустим, как для мужиков, да, но в среднем там, который весит там 70-90 килограмм, там 200 грамм масла там. И вот она, бедняжка, тоже думает, надо вот это вот все выпить. Естественно, ее рвет. Ей достаточно 50-70 грамм. Главное, чтобы печень на этот жир выбросила все там свои запасы желчи, которые у нее были, и этим мощным потоком прочистила все эти ходы из саму себя. Решайтесь, Лада Смирнова, решайтесь. Здравствуйте, канал. Звони в колокола. Ставь лайки.